Доброе утро. Так мое лицо выглядит утром. Я еще даже не умывалась, не умела голову, ничего. Вчера нанесла... Так, перебили меня. Вчера нанесла вот это средство на лицо, автозагар от гарньер. Вот. И можете сравнить результат со вчерашним видео. Ничего, видите, не прятен, ничего нет лица. Просто свет лица симпатичный, не тусклый, не влеклый, ничего. Вот я ровняла шею, зекольте. Все нормально. Вот. На ножки я вчера нанесла вот этот автозагар. Тоже все нормально. Вот. Сейчас буду чистить зубки вот этой пастой. Умываться мывалочкой от биокон. Пользоваться вот этим дезодорантом. И, по-моему, его, как всегда, в утром, ловим шампунем для меня, который я купила. Новый. Вот такой палмолик. Все. Еще раз всем доброе утро. Так у нас сегодня вареники с картошкой, с лучком и чаек. Всем приятного аппетита. Я с собакой. Собака гуляет. Или я с собакой, или собака со мной. Короче, мы гуляем. Солнышко, классная погода. Сейчас поедем с Вероничкой в ботанический сад. Это сессию. А Артурка останется нянькой со Светолинкой. Поведет ее на занятия. Потом в поликлинику побегут. Такие дела. Возвращаюсь домой. Отфоткались дети в ботаническом саду. Я заехала еще в Волопово. На рынок скупилась. И вообще обязательно. Сейчас у нас 4 часа дня. Возвращаюсь. Голодная. Капец. И пить хочу. Выпила только пол-литровую бутылочку. Не хочу хлебать в холоду. Есть хочу. Умираю. Остались вареники с утра. Все буду доедать. И Виталинка спит. Умничка сама лежала. И я пойду к ней. Сын сейчас в школу ездит. У нас сегодня пишут СНО. Поэтому вторая смена. Но дети не пошли в школу. А сын отвезет книжки. Договорился с классным руководителем. Я была на рынке. Покажу, что купила. Извините. Встать не могу. Купила полкило помидорок. Вот таких вот черри. По 35 гривен. Или даже по 33. Не помню. Так. Купила. Купила. Не знаю. Нет. Наверное не килограмм. Меньше килограмма огурчиков таких. Огурчики по 18 гривен. Это рынок на Герои Днепрайзе. Что? Кто из Киева? И салат Ромен. 8 гривен 100 грамм. 82 гривен килограмм. Вот этот пучок на 28 гривен. Недавно я вам показывала такой же салат с магазина. Там был пучок. Вот такой вот по ширине. И такой вот по высоте. За те же деньги. Это кто там... Ну, некоторые представляют, что сельфо дорогой магазин. Нет. Так. Картошка. Картошечка у нас по 25 гривен. То, что я хотела. Я говорила, что я хочу длинненькую розовую картошечку. Сейчас покажу какую. Блин. Я она разорву. Вот такую. Я люблю картошечку. Что-то нету фокуса. Я не понимаю. Фокусируюсь. Я не фокусируюсь. Короче, вот такая картошечка. Она очень легко чистится. Длинненькая. Видите? Вкусненькая. Вот килограмм картошки взяла. И полтора клубники. Только из-за того, чтобы, во-первых, в руках ее везти. Во-вторых, сама пьяница тащила. Взяла полтора килограмма. По 35 гривен. Но клубника есть и по 30, и даже по 20. Но она все, знаете, уже идут и такие пятна, знаете, такие. Даже не могу объяснить. Типа не гнильно. Вот если пальцем придавить. Как бы такое вот. Это хорошая, конечно. Чуть дороже, но хорошая. И все покупочки были. Я сейчас съем пару вареников. Воды я уже попила. Помою с души. Пойду завалюсь спать. Потом вам еще поснимаю. Счастье проснулось. Ну, покажись счастью. Покажись. Счастье. Ты покажешься или нет? Счастье. Ну, повернись. Ну, счастье. Ну, не отворачивайся. Счастье проснулось. Мама улыбнулась. Ну, покажись. Ну, ты что, ежик? Ну, пожалуйста. Ну, покажись нам счастье. Ну, один глазик покажи нам. Ну, какой глазик. А два покажешь глазик? У Виталинки сегодня закончились занятия, да? И каникулы начались. Ура! Ой, сейчас плохо видно. Ну, ты мое счастье. Она когда маленькая была, поменьше. Она и сейчас маленькая. Когда еще меньше была, она говорила. Вы знаете, для чего я вам родилась? Для счастья и для радости. Да, зайка? Моя девочка любимая. Не может проснуться. Никак. Так, я засолила селедочки. Две штучки. Вот так вот в дёрке у меня. Две штучки. Не знаю, я солю на глаз. Здесь где-то 5-6 ложек сахара. Ой, соли. Вот так вот. Сейчас она постоит до вечера. И потом я её уберу в холодильник. Вот. Постоит в тёплом месте для чего? Чтобы лучше пропиталась солка. Вот так вот. У меня там ушейка стирает. Влог будет за 2 дня. Потому что вчера я ухайдохалась. Была без задних ног. И ничего не снимала особенно. Особенного. Вот. Поэтому будет влог за 2 дня. Вчера съездили в ботанический сад. Пофотографировались. И... Ох. Я приехала без задних ног. Вот. Поэтому так. Вот. Ну, пока выключаю. Сегодня особенно тоже с утра ничем не занималась. Просто сидела в телефоне. В Вайбере. Писала в группу. В школьную. То туда, то сюда. То Ютуб смотрела. Вот. Муж ушёл с дочкой. Дочка в школу. Муж на работу. Сын остался дома. Виталинка дома. Сын ещё спит. Сейчас у нас пол одиннадцатого. А я сейчас пойду в магазин. Честно говоря, такая уставшая. Что же не помню, что мне надо купить. Сейчас посмотрю, что мне надо. И пойду. Сходила в магазин АТБ. Купилась на 142 гривны. 70 копеек. Курчек у меня. Ничего особенного не купила. И потратила кучу денег на фигню. Так. Такое вот печенье я очень люблю. Захотелось мне с молоком. Я в прошлый раз его брала. Но у меня Вероничка забрала. Она кушает. Поэтому я взяла себе пачечку. У меня карамель и орехи. Очень вкусно. Еще там есть клюква с чем-то, по-моему. Вот таких две взяла опять. Золбун. Виталинка любит такие печеньки. И если их никто не будет есть, они поедут на море. С нами. Еще классно в десерты использовать такие печеньки. Поломали, полили сметаной с сахаром и клубника. И так слоями чашечку красота. Так, сын хотел квас. Ну, так как я хочу сделать сама, но все, руки не доходят. И сил нету, и времени нету. И пока вот такой вот арсеневский. Это самый вкусный квас. И он более всего приближенный к тому, который нам нравится. И он действительно живой. Он долго не стоит. И хранится только в холодильнике. Хороший квас. Кстати, квас у нас... Виталина, все хорошо? Квас стоит 30 гривен 70 копейки. Это, по-моему, по акциям. Вот. Так, потом опять взяла Виталинки пачку Орео. Она меня за ним и послала в магазин. Вот. Любит очень Орео. Ну, взяла еще. Пусть еще покушать. Ничего страшного будет. Так. Молоко. 3,2%. У меня еще есть, но уже взяла про запас. Тем более 3,2%. Последнее время, что-то найти сложно. 4 лимонки тонкокорых нашла. Пью воду с лимоном. Много продуктов ем с лимоном. Салат поливаю. Что еще? Ой, забыла соусы посмотреть. Позаканчивали все кетчупы и все остальное. Так, сметану ягодинскую. Не изменяю ей. И сколько? Сверованный уголь 5 пачек. Ну, еще схожу, куплю. Там сейчас акция. Уголь по... По гривне 20. Уголь я пью сейчас по 7 таблеток. Одна таблетка на килограмм веса. И... С завтрашнего дня у меня пойдет по одной таблетке на уменьшение. То есть 6, 5, 4 каждый день по одной таблетке. Утром пью натощак я на 1 килограмм веса одну таблетку. Очень классно чистит кишечник. Убирает вздутие всякие. Уменьшает живот. Отличное средство. Рада, что давно-давно его узнаем. Вот. Ну, все покупочки. У нас жарко на улице. Сегодня пятница. Мы с мужем пойдем гулять. Сейчас, если найду бумажечку одну, то мы с дочкой поедем в налоговую. Сделаем ей идентификационный код. Все. Пока выключаюсь. Насыпала себе салатик и жаркое. Я люблю так помять. У меня жаркое с говядиной. Вот так вот я приготовила салатик. Я теперь не солю. Не маслом не добавляю. Просто лимончиком поливаю. И вот такое жаркое у меня. С говядиной. Со старой картошкой. Всем приятного аппетита. Так. Была я, ездила с дочкой. Магнификационный кофе делала. Покажу. Зашла салатик и колбаски. Кто не знает, там хорошая очень продукция, натуральная. Вот. Сардельки малюкам. Малюки. Купила. Так что 35 кг. Очень хороший. И взяла говяжу колбаску. Вот такой вот. Вот состав. Тому интересно. Можете почитать. Значит, 100% яловичина. Первого и другого сорта. Охолоджение. Силь кухонна. Цукор. Перец. Духмяный, меленый, чеснок. И все. Да. В Киеве сделают. Улица Зрощевальна. 9.20. И зашла в чербонный маркет. Так как Веронике нужно было купить новую для бровей. Щеточку. Вот такую вот я и взяла за 22 гривны. Она тут просто ровненькая. А с этой стороны скошенная. Их было две всего лишь. Одна была длиннее. Вот тут ворсинки. Я взяла то, что покороче. Потому что чем короче, тем жестче. Вот такую взяла и щеточку. Вот. Так что тоже при покупке смотрите. И мужские трусы. Значит, мужские трусы у нас в Киеве самые дешевые. Ну, из нормальных. Да. 50 гривен в Ашане. Здесь были трусики по 19 гривен. Честно говоря, это вообще. Шара. Вроде бы хлопок. Сделано ничем не хуже, чем в Ашане. Такие мужские трусики. Синие взяла мужу. Единственное, что минус, что там нету размеров меньше Эльки. Даже Эмки нету. От Эльки, ХЛ и 3ХЛ и выше. И вот такие серенькие. Вот. По 19 гривен. И взяла ноготок. У меня закончилось. Не знаю, вроде покупала недавно. Таня, ее дети одевают. Вот. Смолку для лака. Сюда я ее беру и больше не экспериментирую. У меня нравится. Вот. Червоный макет. Я потратила 72 гривны 60 копеек. По 19.90. Боксеры мужские. Ноготок 9.90. И щеточка 22.90. Завтра муж отдает машину на ремонт в 11 утра. До этого мы съездим на базар за клубникой. И где-то после часу мы, скорее всего, уезжаем на ночевку. Это будет из субботы на воскресенье. В воскресенье мы приедем домой. Потому что в понедельник мужа заставили на работе идти на, как бы сказать, пикник. Там директора собираются. Вот. И пригласили его. Вот. И поэтому придется потратить выходной на работу опять. Вот. Ну. Все. Все рассказала. Буду заканчивать этот влог. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.